Это город Эсс, меня зовут Инна Сыпанченко, здравствуйте. Качество и доступность здравоохранения – это одни из самых актуальных тем в России. И согласно последним опросам, подавляющее большинство россиян недовольны качеством услуг в государственных поликлиниках и больницах. Чаще всего пациенты жалуются на непрофессионализм врачей, недоступность услуг и нехватку медицинского оборудования. О Самарском здравоохранении поговорим сегодня с Мариной Сидухиной, депутатом Самарской губернтской думы, руководителем комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Здравствуйте, Марина Геннадьевна. Здравствуйте. Прежде всего, наверное, стоит обозначить, в чем, собственно, состоит работа комитета, чем конкретно вы занимаетесь? Я хотела бы сказать, что работа комитета очень многогранна, даже видно из самого названия, то есть круг вопросов компетенции очень большой. В первую очередь, конечно, это подавляющая отрасль, это отрасль здравоохранения. Это вопросы организации медицинской помощи, как врачебной помощи стационарного уровня, так и первичной медико-санитарной помощи. Это вопросы контроля лекарственного обеспечения, именно льготного лекарственного обеспечения. Это, конечно, и строительство и открытие новых медицинских учреждений. Это и отношения клиент-пациент-врач, это и организация детского здравоохранения. Ну и не могу не отметить из названия, как уже говорю, это вопросы, конечно, семейной политики, вопросы демографии и большой блок вопросов социальной помощи. Вы уже сказали, что здравоохранение, это, ну, не знаю, сколько в процентном отношении. Мы, наверное, не будем говорить по процентным отношениям, потому что вопросы действительно очень глобальны. Но, тем не менее, достаточно много вопросов, да? Ну, давайте вот сейчас к результатам опросов ЦИОМ вернемся. Вот, например, в российском здравоохранении, согласно данным опроса, почти 40% россиян сталкивались с невозможностью попасть к специалисту из-за очередей, сталкивались с грубостью, хамством медсестер-врачей, ошибками в диагнозах и неверно назначенным лечением. Но чуть меньше жалоб на отсутствие в больницах необходимых лекарств и оборудования. Это данные российского опроса. Хочется, конечно, думать, что наш регион как-то отличается от этого, но вот по вашей работе, что вы можете сказать? Характерно это и для нас? Вы знаете, я бы ответила несколько по-иному. Не могу сказать, что именно это характерно для нашего региона. Да, проблемы есть. Мы не можем не говорить о проблемах, как и взаимоотношения пациент-врач. Мы не можем говорить о проблемах дентологических, о проблемах, которые есть очередность, чтобы попасть к узким специалистам. Но они у нас изменяются с каждым днем. В каком плане изменяются? Во-первых, сейчас вводится электронная, повсеместная электронная регистратора. Конечно, мы должны думать о той категории населения, которая не владеет, скажем так, и нет у них компьютера. И поэтому как попасть на прием к врачу, если ты не имеешь возможности зарегистрироваться через электронную регистратору? Поэтому, естественно, конечно, эта категория пациентов, они идут, скажем так, по старинке. Они приходят и получают талончик. Но, опять же, я говорю, что это регламентируется посредством электронной регистраторы. Часть идет по электронной регистраторе, и уже времени ожидания сокращается, потому что нормативы несколько изменились. Ну и часть людей, которые идут, ну, в живой очереди на сегодняшний день нет нигде в здравоохранении, если только к узким специалистам. Мы здесь можем говорить о проблеме нехватки узких специалистов. Если ранее все законодательные акты, и очень важно, что мы говорим и об указах президента по развитию первичной медико-санитарной помощи, и мы помним с вами, что многие специалисты узкие перешли в первичное звено, потому что у нас была оголенная поликлиника, и у нас не было врачей. Это касалось и нашего региона. И вот чтобы не было теперь такого перекоса, есть госзадания для наших медицинских университетов. Мы находимся несколько в лучшей ситуации, потому что у нас в регионе один из, и не побоюсь этого слова сказать, лучший медицинский университет. Буквально вот в этом году доказательство того, что к нам приехала стубальница девочка из Казани, где есть также университет, она приехала учиться в условиях нашего медицинского университета. Поэтому по обеспеченности кадрами мы говорим, это, конечно, в сельской местности. Если мы сейчас смотрим, и у нас все медицинские учреждения стали государственными, то есть проблема по обеспечению узкими специалистами в сельских и центральных районных больницах. Поэтому, когда мы выезжаем, мы, наверное, также поговорим о том, что наша работа нашего комитета, она не только кабинетная, и не столько даже кабинетная, сколько имеет выездной характер. Когда мы приезжаем на территории, мы видим организацию работы центральных районных больниц и поднимаем эти проблемы. Поэтому практически каждое заседание комитета мы рассматриваем обеспечение кадрами. И мы говорим о том, что те пути, которые сейчас применяет Самарский регион, они также, ну скажем, имеют место быть по результативности, но также нужно все время думать на стратегическое планирование, все время анализировать, какие нам нужно будут в последующем специалисты. Я не могу не спросить вас о темах, которые обсуждает весь город и, может быть, даже вся область. В частности, не так давно в Сызрани из-за невнимательности врачей умерла женщина, потому что ее отказались вовремя госпитализировать. Я думаю, что этот случай для вас. Вы не от меня об этом услышали, а вообще как-то попал этот вопрос в поле вашего зрения? Вы правы, этот случай действительно для нас он выпиющий. Я думаю, также и для руководителей нашего регионального здравоохранения. И буквально на следующей неделе мы будем рассматривать на заседании общественной комиссии. У нас есть такая форма при комитете, так же, как и при других комитетах Самарской губернской думы, общественная комиссия. Ведь очень важно, когда в состав, она и называется общественная, то, что мы должны услышать мнение, услышать рекомендации общественников. Буквально сегодня у нас также было совещание по обращению, по жалобе женщины с Большой Черниговки в пятницу. И на следующей неделе мы также будем рассматривать вот этот выпиющий случай. Я бы сейчас не хотела в рамках вот сегодняшней нашей с вами встречи об этом говорить, потому что нужно обязательно разобраться детально. Да, на уровне самого лечебного учреждения был разбор этого случая. На уровне Министерства здравоохранения был разбор этого случая. Но мы также хотим посмотреть на уровне общественной комиссии при комитете по здравоохранению. И мы вам обязательно вас проинформируем по результатам рассмотрения этого случая. Я думаю, что у каждой жалобы, наверное, как и у каждой медали, есть две стороны. И действительно очень сложно и очень важно разобраться. Скажите, пожалуйста, хотя бы одна жалоба была рассмотрена в пользу жалобщика, скажем так. Ну да, я хочу спросить всегда, ли вы защищаете все-таки, встаете на сторону медицинских работников, либо бывали другие ситуации. Можно я как-то переформатирую ваш вопрос, потому что нельзя сразу сказать, что мы встаем на ту или на другую сторону. То есть мы рассматриваем ту проблему, которая обозначена в обращении. Жалобы я бы не хотела применить сегодня в лексиконе это слово, именно обращение, в котором заключается содержательная часть, наверное, той проблемы. Ведь мы прекрасно понимаем, что за каждым обращением не хотелось бы этого, но чтобы не было системной вот таких вот проблем. Пусть это будут единичные случаи, но за каждым единичным случаем идет какая-то проблема, которую нужно обязательно рассматривать и с участием представителей Министерства здравоохранения, и с участием представителей учреждений. Мы с вами, по-моему, выезжали вместе в село Лопатина, когда была жалоба о том, что нет врачей на участке, что не обслуживает скорой медицинской помощи. И мы с вами увидели о том, что из-за неинформированности жителей в большей степени встает вот эта проблема. Поэтому и очень важно, я говорю, как составляющая часть всех работников здравоохранения, ну, как и в любой другой отрасли, это стоит вопрос информированности населения. Поэтому, наверное, может быть, часть вопросов была бы и снята, если бы люди знали о том, что да, есть эти специалисты. И, наверное, по графику работы, если не доводят до жителей непосредственных потребителей этих услуг, то вот здесь вот нужно исправлять именно в системе по информированности. Я считаю, что вот вопрос в пользу того или иного, то есть или же в пользу пациента, или же в пользу учреждений здравоохранения, или организаторов, наверное, ну, не совсем может быть вот так вот прямо. Мы говорим о том, что мы всегда разбираем детально. И что очень не менее важно, что из каждого случая мы отшлифовываем те рекомендации, которые должны быть адресованы. Вот я как раз и хочу спросить, если вы выясняете, что все-таки обращение обосновано, и факты имели место, то каковы ваши полномочия вообще, что вы способны сделать для разрешения этой ситуации? Ну, во-первых, мы направляем на имя, мы имеем полномочия и возможность направить на непосредственного руководителя, министра здравоохранения. Мы направляем председателя правительства нашей Самарской области, и если есть необходимость, то направляем на имя губернатора. Но пока у нас все заканчивается на уровне Министерства здравоохранения. То есть люди нас слышат, и они соглашаются там, где есть действительно какие-то системные вопросы, то мы вместе разбираемся. Если мы говорим о нехватке кадров, мы говорим о том, что, значит, нужно разрабатывать еще те пути и механизмы, которые привлекут наших выпускников в сельские местности. Мы же знаем, что очень много программ и действенных программ, но вместе с тем мы имеем еще незакрытые, скажем так, ставки в сельских территориях, но даже и в городских территориях. Я буквально, по-моему, две недели назад встретилась с бывшими выпускниками, то есть они пятый курс, и я с ними, с ребятами разговаривалась. Они были на приеме у специалиста, и я просто не стала представляться. Говорю, ребят, вот вы пятый курс, скажите, пожалуйста, какие вы думаете проблемы будут по трудоустройству? Вы знаете, они мне что предложили? Они говорят, в какие-то престижные клиники или же в престижные медицинские учреждения они не смогут попасть, потому что там все, все ставки заняты. Я говорю, а отработать в поликлинике? Вы же должны пройти обязательно первичное звено. Это же как отчи наши должны это знать. Они говорят, хорошо, мы готовы три года отработать в поликлинике, потому что сейчас у нас есть проблема первичного звена, а затем мы уже поступаем в стационар. Всем хочется работать в стационаре, быть престижными в престижных клиниках. Вот на это они пошли. Я также предложила нашим коллегам рассмотреть эту возможность на заседаниях комитета и по кадровому обеспечению, и по лекарственному обеспечению. Буквально сегодня мы также это смотрели по выделению финансирования. Другое наше полномочие. То есть если мы смотрим, что здесь финансирование уменьшено, то мы с нашими коллегами-депутатами при перераспределении денежных средств, при формировании проекта бюджета говорим и доказываем своим коллегам, что здесь нужно добавить это финансирование. То есть вот эти те рычаги, но минимальные, которые в условиях сегодняшней нашей передачи, я могла бы вам назвать. Марина Геннадьевна, то, о чем вы говорили, согласие ребят и готовность отработать три года на первичном приеме, но потом они все равно все хотят в стационары и в клинике, означает, в общем-то, то, что вот как раз на первичном приеме будет бесконечная текучка. Три года отработали, ушли и дальше. Ну, вы знаете, вопрос очень дискутабельный, вы абсолютно правы. Мы-то надеемся, что проработав три года, у них вот будет не та ментальность, чтобы сразу уйти после трех лет в стационар. Что-то их там должно задержать и заинтересовать. Конечно, но у нас очень много этих механизмов, и так называемые подъемные, если они выезжают, и как молодой специалист они получают. И вот понимаете, ведь сейчас мы также принято, вернее, на уровне федерации процентное соотношение оклада, ведь у нас денежное вознаграждение составляет из процент оклада и так называемые надбавки. И вот чтобы не было перекоса, потому что студенты, когда приходят, ну, бывшие студенты, они не имеют опыта, значит, они не могут получать проценты за стаж, у них нет этой возможности за денежные средства. Поэтому сейчас четко принято, и наш регион вошел в пилотный регион по вот такой оплате труда. Это не более 65 или не менее 65 процентов денежного вознаграждения должен быть составлять оклад. Поэтому и вот этих перекосов при начислении заработной платы тоже не будет. Опять же, я говорю, чтобы престижно было идти в первичное звено. Вы смотрите «Город С». Сегодня у нас в гостях Марина Седухина, депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. А говорим мы о проблемах в сфере здравоохранения. Надеюсь, поговорим еще не только о проблемах. Марина Геннадьевна, есть еще и другая сторона. Опять-таки медали. Мы говорили сейчас о каком-то негативе в работе медиков, но в последнее время очень часто мы слышим, в каких условиях им приходится работать. Это и нападение на врачей, это и нежелание водителей пропускать скорую помощь. И, собственно, можно много чего еще вспомнить. Вообще, что изменилось, что происходит, и не назрела ли уже какая-то реформа в этом плане? Вы абсолютно правы, что для нас вот эти случаи, они не казуистические становятся, они становятся, ну я не могу применить слово, но не то что норма, но они учащаются, причем учащаются не только у нас в регионе, но и в других регионах. Буквально, наверное, всех поразил случай прошлой зимой, это в больнице Семашко. Мы видим, что не пропускают неотложную скорую помощь и на дорогах. То есть что случилось с нашими людьми, можно так сказать. И вот эта вот агрессия по отношению к врачам, она, наверное, вы абсолютно правы, имеет две стороны медали. Я думаю, что, наверное, каждый второй врач сталкивается с агрессией со стороны пациента. Ну, мы убрали, надеемся, что мы убрали одну из составляющих очередность, то есть когда люди стоят в очереди, они приходят, могут и после работы, или же после какого-то, ну, у них случая, и их эмоциональное состояние желает оставлять лучшего. И, естественно, они все это возмещают на враче, который не должен быть тем объектом возмещения этого эмоционального состояния. Поэтому проговорили по изменению очередности, по механизму очередности и записи врачу на прием. Следующее, это, наверное, все-таки нужно говорить и о зарплате. К сожалению, есть перекосы в зарплате и административно-хозяйственного блока, и непосредственно того врача, который находится на приеме. Поэтому мы и постоянно на контроле держим вопрос исполнения указов президента Российской Федерации по дорожной карте зарплаты. Ведь зарплата к 2018-му, 2000-му году, она должна составлять среднюю по региону. А мы знаем с вами, что у нас 32 тысячи рублей, это средняя по региону. Далеко не у каждого врача есть такая зарплата на сегодняшний день. Но есть еще, скажем так, период до того, чтобы исправить данную ситуацию. Ну и, наверное, общая культура, можно так сказать, простить за татологию, так, общества. И я думаю, что, конечно, здесь имеет место быть вообще воспитание людей, начиная с детских лет. На самом деле я слышала обращения от медицинских работников, которые просили нас поднять эту тему, организовать по возможности, может быть, круглый стол, может быть, пригласить пациентов, пригласить медиков. И как-то поговорить об этом, об взаимном уважении. Ну, считайте, вот это наше такое обращение к вам. Я думаю, что вы в продолжении того обращения, тех обращений, вернее, которые уже были и на уровне Федерации, потому что в Государственной Думе готовится проект законодательного акта именно о защите врачей. Никогда такого не было. Но вот ряд этих случаев подтолкнул именно к такой законодательной инициативе. На заседании нашей общественной комиссии во втором полугодии, в осенней сессии, скажем так, Самарской губернской думы, мы также будем рассматривать этот вопрос о защите уже не пациента, а о защите врачей, которые оказывают медицинские услуги нашим гражданам. И мы очень надеемся, что ряд публикаций и репортажей, которые мы видим из средств массовой информации, обострил именно эту тему. И вообще говорят о том, что не только административное право нарушения вводить, а даже уголовную ответственность вводить за такое хулиганское поведение по отношению к врачам. Люди в белых халатах. По одному из источников я узнала, что объем платных медицинских услуг в Самарской области за последние 10 лет вырос в 5 раз. И при этом буквально недавно Владимир Путин заявил о том, что нужно исключить саму возможность замещения бесплатной помощи платной. Я думаю, проблем тоже вам известно. И насколько вот эта вот грань и этот баланс правилен и выверен у нас. Могу вам сказать, что вы, наверное, самые острые вопросы сегодня вынесли на обсуждение. Источник наверняка – это отчет счетной палаты Самарской области. И мы постоянно заслушиваем отчеты нашей счетной палаты, их проверки, их инспекции медицинских учреждений. И в том числе именно соотношение платных и бесплатных медицинских услуг. Я вам могу сказать, что сейчас прорабатываются вопросы, и Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации, прорабатывает вместе с своими коллегами вопросы о том, и вы абсолютно правы, что наш президент Владимир Владимирович Путин проговорил такую мысль, озвучил такую мысль, что государственные учреждения здравоохранения вообще им запретят оказывать платные услуги. То есть у нас же иногда получается так, что человек приходит и его обслуживает по полюсу обязательного медицинского страхования, и рядом обслуживает пациента по платным медицинским услугам, то есть на том же оборудовании, в тех же условиях. Это вообще недопустимо. Поэтому и встает вопрос разграничить, значит, да, те учреждения, которые будут оказывать платные услуги, у них будет определенный процент госзаданий по обязательному медицинскому страхованию, но в большей части процента это будет, они сами себе будут зарабатывать денежные средства. И мы уже увидим, что будет развиваться конкурентная способность медицинских учреждений, они уже идут, скажем так, по определенному другому пути. И, соответственно, государственные учреждения, которые будут лишены, но это, чтобы телезрители правильно поняли, что это обсуждается только пока данный подход к разграничению платных и бесплатных медицинских услуг. То есть госучреждения, государственные учреждения здравоохранения, которые будут лишены возможности оказывать услуги по платным, по платным прескурантам. Я думаю, что это имеет место быть, такие идеи, и сейчас они прорабатывают, как на уровне, я вам уже проговорила, Министерства здравоохранения. И также у нас те общественные деятели, которые входят в состав общественной комиссии, также предлагают свои пути решения. Потому что вы абсолютно правы, у нас есть и обращение, не должен человек страдать или же не должен человек получать не тот объем медицинских услуг или не того качества, если он не может заплатить за медицинские услуги. Потому что у нас обязательное медицинское страхование – это уже априори по оказанию медицинских услуг. Но при этом обязательное медицинское страхование, опять-таки эта собственность сегодня всем известна, не покрывает значительной доли тех расходов, которые на данную услугу требуются. Насколько возможны изменения вот в этой системе? Вы знаете, система обязательного медицинского страхования, она самая оптимальная. Но правильная организация действий территориальных программ обязательного медицинского страхования. Ведь на каждого жителя есть норматив. Норматив, он каждый год утверждается. И мы прекрасно понимаем, если, например, 8 тысяч или 9 тысяч с небольшим на каждого жителя, но ведь кто-то приходит 10 раз в течение года к врачу и к разным, а кто-то не разу. То есть, скажем так, это общий объем финансирования, он распространяется на всех застрахованных лиц через обязательное медицинское страхование. Поэтому мы всегда говорим своим коллегам, когда мы заслушаем отчет по данной территориальной программе, коллеги, вы должны анализировать. То есть вы смотрите предыдущий, 16-й, 15-й год, вы смотрите, по каким нозологиям или, проще говоря, по каким заболеваниям была большая обращаемость людей. Поэтому вы должны переориентировать эти денежные потоки и понимать, что завтра к вам придут у вас хронические больные. Значит, вы должны этот процент увеличить. Понимая, что больше вы будете оказывать услуг хроническим больным, смотрим по социально-экономической ситуации. То есть это все взаимосвязано. Вот почему мы говорим, что всегда важен анализ, прогноз и стратегическое планирование, в том числе или в первую очередь даже в отрасли медицины. Блин, Геннадь, проблемы, конечно, есть. И бессмысленно плакать по этому поводу, нужно их просто решать. Но очень хотелось бы все равно поговорить о позитиве. Наверное, может быть, за этот год, поскольку ваш комитет уже примерно год работает, какие позитивные изменения произошли у нас в области здравоохранения? Вы знаете, как бы не ругали наши, можем такой тоже термин применить наши жители, но здравоохранение Самарского региона, оно занимает особое место среди других субъектов Российской Федерации. Особое именно по развитию, научно-техническому прогрессу. У нас при нашем медицинском университете такая лаборатория, которой нет нигде в других субъектах Российской Федерации. То есть подход научно-исследовательской, это очень важен, особенно для отрасли медицины. Конечно, у нас открывается, мы не поговорили по офисам врачей общей практики, это дает доступность медицинской помощи и в отдаленных местах. И открываются офисы врача общей практики, и даже в черте города, я имею в виду, например, тот же Куйбышский район, или же тот же район Крутые Ключи. То есть доступность первичной медико-станитарной помощи, она приближена к жителям, это очень важно. Несомненно, мы с вами можем сегодня говорить о тех достижениях открытия крупных перинатального центра. Это также на территории нашего региона. И большая заслуга наших медиков, акушеров, гинекологов, то, что у нас есть хорошие показатели выживаемости новорожденных, маловесных новорожденных. И сегодня эти показатели улучшаются с каждым днем. Мы с вами можем говорить о достижениях уменьшения социально значимых заболеваний. Это туберкулез, это ВИЧ-инфекция. И здесь не могу не сказать, что большая заслуга нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина, он как только, скажем так, приехал в регион, для него было шоком, что вот при сегодняшнем социально-экономическом положении вообще в стране у нас социально значимые заболевания еще определенный процент. Мы с вами можем говорить о том, что немного снизилась эта смертность при дорожно-транспортных происшествиях, потому что это тоже проблема как для других регионов, так и для нашего субъекта. Ну и я могу сказать, что наши медики занимают в различных конкурсах также призовые места. Это говорит о том, что наши медики-профессионалы, наши медики самоотверженно любят свою работу. И, конечно, основные показатели – это смертность, это рождаемость, это отношение, независимая оценка, о чем мы с вами вы говорили в начале передачи, что есть независимая, оценка отрасли медицины, это тоже очень важно. Если мы посмотрим по сайтам Министерства здравоохранения, по сайтам общественных организаций, посмотрите, пожалуйста, то там неплохие оценки по независимой вот именно экспертизе. Вот вы не просто председатель комитета, вы человек с медицинским образованием, и, наверное, на этот вопрос можете ответить глубоко. Сейчас очень много опасений среди населения в том, что совсем скоро нас будут лечить неквалифицированные врачи. И это опасение основано на том, что, в частности, вот сейчас отменяется интернатура и фактически сокращается срок обучения докторов. Вопрос, конечно, сразу очень сложно ответить. Знаете, почему сложно ответить? Потому что, ну, когда мы учились и заканчивали наш медицинский университет, было 7 лет, то есть была ординатура, была интернатура, и за нами был куратор. Но вот сейчас, на мой взгляд, все-таки, на мой взгляд, абсолютно правильный подход, потому что есть аттестационный механизм оценки знаний. И самое главное, на мой взгляд, также, это мотивация наших студентов. То есть с первого курса есть возможность подрабатывать, с первого курса есть возможность руками набирать навыки. И, естественно, отношение самого студента к обучению. Это тоже очень важно. И я не думаю, что если интернатура ушла, то у нас будут другие специалисты. Нет. У нас база другая. Если бы вы видели, на какой базе мы занимались, то сейчас небо и земля. И я могу сказать, что телекоммуникационная медицина просто шагает впереди планеты всей. То есть я правильно вас услышала, что не стоит переживать по этому поводу? Абсолютно. Я хочу в завершении еще зачитать еще одну выдержку из того же опроса в ЦИОМ, с которого мы, собственно, начали эту программу. Так вот, в российском здравоохранении есть и некоторые положительные изменения. Так, 38% россиян отмечают, что внедрение электронной очереди ускорило доступ к специалистам, о чем мы сейчас говорили. А еще 36% указывают на позитивные сдвиги в работе скорой помощи. И при этом вырос общий индекс доступности медицинской помощи. Так что, собственно... Практически это резюме, о чем мы с вами сегодня говорили. Совершенно верно. Марина Геннадьевна, спасибо за то, что нашли время прийти к нам в студию. Мы прощаемся с нашими зрителями. Спасибо за внимание. Увидимся в городе Эсс. До свидания. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин